Привет, друзья! Сегодняшний обзор посвящен... Так лучше. Привет, друзья! Сегодняшний обзор посвящен радар-детектору iBox Pro 800 Laser Scan Signature. Вот такое вот устройство. Здесь есть GPS-база камер, фирменная технология Laser Scan и дальнобойный модуль ADR Core с усилителем сигнала. Звучит, конечно, мощно, но мало что понятно. Поэтому со всем этим делом нам нужно сегодня разобраться. Поставляется устройство в плотной картонной коробке белого цвета, оформленной в фирменном цветовом стиле компании iBox. Комплект поставки весьма неплохой, и кроме самого детектора в нем присутствует сетевой адаптер питания в прикуриватель автомобиля, кабель мини-USB, крепление на лобовое стекло на присосках, магнитное крепление на торпедо, резиновый коврик для крепления на торпедо, два предохранителя, руководство по настройке и гарантийный талон. И вообще прикольно, что производитель дает три варианта установки данного устройства. Вы можете его приделать на присоски, например, под зеркало, чтобы он вас не смущал лишний раз, а вы просто его слушали. Вы можете его приделать на торпедо, на магнитном креплении, быстро снимать и быстро обратно устанавливать. Либо просто положить по старинке на силиконовый коврик и тоже бед не знать. Корпус устройства изготовлен из прочного черного матового пластика с глянцевыми вставками. На верхней поверхности расположились логотип компании iBox, наименование модели Pro800 Laser Scan Signature, а также пиктограммы надпись GPS, которые информируют пользователя о том, что устройство оснащено модулем GPS. И если вы едете на небольшой скорости, в специальном режиме радарная часть отключается, и, например, стоп-линия или какая-нибудь другая засада на невысокой скорости будет определена по базе GPS. Главное вовремя обновляться. Здесь же расположена стилизованная решетка, за которой скрывается внешний динамик, кнопка замка крепления на лобовое стекло, а также четыре механические кнопки управления. DIM, Mute, Proc и City. Под пластиковой крышкой находится металлическая пластина для обеспечения надежной фиксации устройства на магнитном креплении. Реализованное крепление очень удобно, и буквально в одно движение устройство может прикрепить или снять по необходимости. На правом торце находится колесико регулировки громкости, которое совмещает в себя механизм включения, разъем мини-USB для подключения к компьютеру и разъем для подключения адаптера питания. На поверхности, обращенной в салон автомобиля, расположили достаточно большой информативный многострочный дисплей. С обратной же стороны находится окошко приемной линзы и лазерного модуля. Давайте включим это устройство и немного потестируем. При старте на дисплее отображается информация о наименовании модели и производителя. После запуска на дисплей отображается режим, в котором работает устройство в данный конкретный момент времени. Это может быть Smart, Мегаполис, Тихий город, Трасса или Турбо. Особенности работы каждого из режимов подробно описаны в инструкции по эксплуатации и настройке устройства. Лично я рекомендую использовать автоматический умный режим Smart. Он помогает переключаться между всеми режимами, и вам не нужно делать это в ручном режиме. Он определяет по вашей скорости, по GPS, как вы едете, где вы едете, и, соответственно, включает необходимый режим. Если вы выехали на трассу, он определит трассу и включит соответствующий режим. Все просто, понятно и не требует никаких дополнительных манипуляций. Также у данного устройства есть несколько типов яркости, ну, как такового экрана. Меняется все достаточно просто. Одним нажатием... И вот он прям еле-еле заметен, хотя на видео все очень хорошо, на самом деле он достаточно тусклый, вообще глаз не бьет. Режим автоматической яркости дисплея. Но также здесь есть и автоматический режим, что и нужно использовать. Если будет ночь, будет приятно, если будет день, то тоже все будет хорошо. Диапазоны. База камер GPS. Настройки звука. Смарт-настройки. Настройки фильтр X-сигнатур. Дополнительные настройки. Диапазоны. X-диапазон выключен. Стрелка выключен. X-диапазон в K-диапазон выключен. Возможно мобильная засада. включен. Платон выключен. Контроль автобусной полосы включен. Контроль остановки включен. Пешеходный переход включен. Контроль средней скорости включен. Камера в спину включен. Контроль разметки включен. Видеоконтроль обочин выключен. Ну, в общем, достаточно большое количество различных режимов. Что ж, друзья, начинаем наш маршрут с объездной трассы. Сейчас мы от этого дома сразу на нее выдвигаемся. И буквально через несколько секунд будем у нее. Итак, все. Мы выехали на объездную трассу. Сейчас впереди должна быть одна камера, один комплекс, который он должен... Призма. Ограничение 60. Определил за 200 метров на скорости 60 км в час. В целом, для города, так сказать, эта трасса в рамках города объездная. Это более чем нормально. И на этом повороте всегда определяется камера. Также у данного устройства есть защита от ложных срабатываний. То есть фильтр Z-сигнатур. Если мы проедем мимо забравочных комплексов, если мимо нас будут ехать автомобилей с парктрониками. Скат. Ну, был определен скат. В ближайшее время, видимо, он ожидается. Это переносной комплекс. Сейчас работала сигнатура. Он не может показать, какое количество до треноги. Но дал понять, что нам надо затормозить. И вот он справа. Стоял переносной комплекс. Мы его проехали. И детекция была. Это уже отработала сигнатура. Призма. Ограничение 60. За 580 метров определена призма. Это отличный показатель. Показана текущая наша скорость. Мы сейчас свернули с объездной трассы. Что ж, в данном случае он отработал как нужно. Продолжаем тестирование i-Box Pro 800 Laser Scan Signature. Сейчас выезжаем на... уже в город. и будем тестировать его в городских условиях. Автодория Компакт. Ограничение 40. За 200 метров поймал Автодорию в рамках города и скоростью около 40-50 км в час. Это вполне хорошие показатели для городского режима. Сейчас на повороте должна быть еще одна стационарная камера. посмотрим, когда он ее определит. Знак 40. Птолемей С. Камера в спину. Ограничение 40. Да, достаточно быстро определил. Мы успели среагировать до знака. Мы не разгонялись. Едем дальше. По пути еще немало стационарной камеры фиксации. Сейчас еще один комплекс должен быть. Спецлаб перекресток. Новофункциональный комплекс. Ограничение 60. Автопатруль. Пешеходный переход. Ограничение 30 км в час. Как видите, сразу две подряд. Возможно, будет сейчас третий комплекс. Вот здесь находится камера на пешеходный переход. Всех пропускаем. Показательный переход. Линия С. Вешенбургный переход. Ограничение 60. Впереди автоураган. Контроль светофора. Ограничение 60. Здесь у нас контроль стоп-линии. И он определил ее. Без проблем сказал, что это и комплекс естественной скорости автоураган. И контроль стоп-линии. На этом светофоре. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. Сейчас должен еще один комплекс быть. Призма. Ограничение 30 км в час. Вот он, знак 30. Вот она, призма. Достаточно заранее предупредил. Какие можно сделать итоги? iBox Pro 800. Лазер-скан Signature. Действительно заслуживает нашего внимания. Он отрабатывает функционал своей стоимости просто на 100%. И, кстати, стоит он не так дорого. Около 8 тысяч рублей. Может даже чуть меньше. Где-то вот здесь сейчас появится скриншот с официального сайта. И это рекомендованная розничная цена. Кому стоит покупать это устройство? Наверное, тем, у кого уже установлен хороший видеорегистратор. Например, у вас стоит какой-нибудь 70Mai, который выдает отличную картинку, но никогда не умел и не будет уметь детектировать. В Китае просто не умеют делать детекторы. В основном это тема корейская. Поэтому вы просто докупаете вот такое замечательное устройство, устанавливаете его туда, куда вам удобно, на панель, на стекло, каким удобным образом. И не знайте бед, и избегайте лишних штрафов. Что ж, надеюсь, этот обзор оказался для вас полезным. Если это действительно так, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди еще много полезного и интересного контента. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова